Приветствую вас, Елена. Смотрите, вы говорите о том, что зарегистрированы на сайте знакомств. Как вы думаете, есть ли у вас что-либо общее с этими людьми, которые там, на сайте знакомств? То есть, есть ли у вас что-то общее такое, что объединяло бы вас, что-то такое, что исключало бы возможность общения, ну, не только на тему секса, да, скажем так. Понимаете? Скорее всего, нет. Почему? Потому что, как правило, в интернете, тем более на сайте знакомств, у людей нет ничего общего. У людей нет ничего общего вообще, от слова вообще. Понимаете? То есть, здесь вся тонкость, вся тонкость, именно в том, что вы заведомо себя ставите в такие условия, да, в такие рамки, что у вас с мужчиной, мужчинами, точнее, даже сказать, да, у вас с мужчинами нет и не может быть ничего общего, потому что вы знакомитесь на сайте знакомств, а не в реальной жизни. Ведь, чтобы за вами ухаживать, то есть, если вы хотите, чтобы мужчина ухаживал за вами, да, нужно, чтобы он видел вас как, ну, как женщину, как личность, как человек. А на сайте знакомств вы не можете раскрыться так. Понимаете? И это нормально. Нормально, что вы не можете на сайте знакомств раскрыться именно так. Поэтому, очень редко бывает такая история, что люди на сайте знакомств находят для себя, ну, каких-то адекватных партнеров. Такое бывает, но достаточно редко. Вот. И почему возникает вопрос? Возникает вопрос. По какой причине вы знакомитесь в интернете только? По какой причине вы, ну, надеетесь, что в интернете на сайтах знакомств люди будут воспринимать вас как личность, как индивидуальность, как женщину и так далее? Почему? Откуда появилась у вас подобная идея? На чем она основана? На каком основании вы считаете, что она жизнеспособна и правдива? Далее. Люди знакомятся в интернете. Как правило, ну, не от хорошей жизни. То есть, ситуация здесь такова, что, как правило, еще раз повторяю, как правило, у людей есть негативный опыт. Негативный опыт, соответственно, общение в реальной жизни. И в реальной жизни взаимодействовать люди не хотят. В частности, вот вы не хотите, не хотите взаимодействовать в реальной жизни, скорее всего, с людьми. Вот. И вы идете в интернет. Но с чем связан негативный опыт? Каков он? Какова его история? Каковы ваши выводы о, например, себе в этой ситуации? И так далее. То есть, вы говорите о том, что нужно прекратить беспредел. Но это не беспредел. Это норма. Вы сами согласились на эту норму, когда пришли на сайт знакомств. Ожидая от него, от сайта знакомств, того, что нужно вам. Но не будучи готовы к тому, чтобы принять то, что он вам может дать. сайт знакомств, я имею ввиду. Понимаете? Поэтому это вопрос, вопрос ваш по поводу того, как прекратить этот беспредел, является некорректным, потому что на сайте это считается нормой. И вы, приходя на этот сайт, соглашаетесь с тем, что это норма. То есть, вас никто не заставляет, вас с мужчинами, вас никто не заставляет заниматься над сексом, но если вы прийти на сайт знакомств, если вы знакомитесь с мужчинами, то будьте готовы к тому, что это будет происходить снова и снова. Вот. То есть, вопрос, он скорее, знаете, скорее к вам больше. Вопрос. Вопрос скорее больше к вам, по какой причине вы пришли туда, на этот сайт. Вот. Скорее так было бы правильно. Ну, позиционировать. Какие невзгоды, какие проблемы привели вас на сайт знакомств. Вот. Это, значит, первое, это первое, и второе, и второе. Второе, это ваше отношение к сексу до брака. Вот. то есть, что плохого, вы видите в этом. Ну, то есть, в сексе до брака. что плохого в нем, на самом деле. То есть, что такого? Ну, переспали, удовольствие получили, и... в чем проблема? То есть, одно дело, если вы не хотите секса вообще-то, ну, если вам не хочется. Это одно дело. И затем другое, если вы хотите. Иногда именно на сексе, именно на сексе, могут выстраиваться отношения. Такое бывает. Не часто, да. Но бывает. Так может быть, если вы прийти на сайт знакомств, вы примете, те реалии, в которых вы находитесь. И, раз мужчина предлагает вам секс, вы выберете того, с кем вам было бы приятнее всего этим заниматься, и займётесь, займётесь этим. И на этом у вас будут устраиваться отношения, появится наконец-то что-то общее между вами. То есть, понимаете, да, какая сторона? Вот. Это позиция. Ваша. Родительская позиция. По отношению к мужчинам. Беспредел. Это родительская позиция. Как часто вы занимаетесь её по отношению к, ну, мужчинам. Вот. Кроме того, секс до брака, ну, по современным меркам, да, это очень редкое явление. Вот. Так что подумайте, теми ли вы категориями мыслите. насколько они адекватны, насколько они соответствуют, ну, реальным вещам, реальным, реальным жизни. Вот. И, собственно, что вами движет. То есть, что хотите, что хочется, вот, что хочется вам, вот, ну, как бы, в отношениях. где-нибудь, что-то же нужно, да, для чего-то вы захотите под знакомство. С мужчинами. Вот. подумайте, как вы могли бы реализовать, скажем так, свою потребность. Вот. Ну, то есть, это, что бы вы могли, сделать, для того, что бы, кхм, она, кхм, реализовывалась. Вот. Понимаете? То есть, определите для себя, что вы хотите. Определите для себя, что вам нужно. Понимаете? Либо вы выстраиваете отношения с мужчинами, ну, адекватные, да, хорошие, на его условиях, например, да, на условиях человека, допустим. Либо вы ищите какие-то другие пути удовлетворения своих потребностей, которые у вас, безусловно, есть. Вот. А так вы и, так вы хотите, значит, и отношения выстраивать в интернете, да, то есть, ну, по сути, не иметь ничего общего с людьми, да, никак себя активно на социальном уровне не проявлять. И условия принимать. Такого вида взаимодействия тоже не хотите. так, может быть, вы в глубине души боитесь близости с мужчинами? У вас запрет на близость с мужчинами, может быть, есть. Может быть, у вас всегда были проблемы какие-то вот с близостью с мужчинами. И то, что вы сейчас хотите, это доказать, что мужчины-то все козлы, мужчины-то все думают только о сексе. Кстати, а что плохого? Ну, вот. Что плохого? Секс. До брака. Ладно бы... Ладно бы... Кхе-хе-хе-хе-хе. Ладно бы вам было, там, 18 лет. То еще... Ладно. Ну, вы вроде бы еще как бы не ребенок. Вот. К этим вещам нужно брось и относиться. Мужчинам, может, не нравится, что вы так воспринимаете интимную жизнь. Да, согласен. Это ваши ценности. Я согласен, что их нужно уважать. Я согласен с тем, что вы имеете право так считать. Это безусловно. Это все так. Ну и вы поймите, что со своим усталом в чужие монастыри не идут. Вот. Если вы выбираете какую-то среду, да, ну, определенную среду выбираете, то нужно играть по правилам этой среды. Ну все. Тогда вы получите шанс для себя что-либо построить. Если у вас есть проблемы, то есть, например, проблемы с общением в реальной жизни, например, то с этим можно помочь вам. Вот. Если есть страх, неуверенность, сомнения, если есть растерянность, стеснение, вот, то все это, все это можно исправить. При желании. Понимаете? Вот. Все, и все. И все. Вопрос в том, насколько вы всего этого хотите. Вот в чем вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные запросы, вы можете задать мне их в личку. Ну, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Время. Что за вас будет? Время. 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 Продолжение следует...